FunPay.ru, первая в Рунете биржа Атены и предметов Lineage 2. Более трех тысяч предложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Привет, меня зовут Максим и сегодня мы будем обсуждать проблемы игры на самонерах. Итак, начнем с самого начала. Самонеры представлены тремя классами. Светлый эльф с конем, человек с котом и темный эльф с тенью. Есть еще некор, но это немного не то. Игрой самонеры изначально были задуманы как ДД, однако от хроник к хроникам их игровые задачи меняются. В С4 это были ДД, в интерлюде о них забыли, так как куда лучше было лимита держать в пате. К Ф хроникам они потихоньку стали ДД с уникальными бафами. В классике им вообще поначалу соски забыли сделать, а в годе их неожиданно слишком сильно бафнули. Но тут же пофиксили обратно и они снова стали никому особо не нужны. Итак, стартуем. До второй профы качаемся как обычный маг, и соответственно единственная наша проблема это недостаток маны, но все решаемо. Призываем специального коня или кота и заливаем манну сначала ему, потом с него на себя. Немного странно со стороны выглядит, конечно, но все же работает. И пока кони и кот будут переливать манну, ФСу придется просто посидеть. Не предусмотрена для него игрой такая возможность. Впрочем, это меньше из его проблем, но обо всем по порядку. Докачиваемся до второй профы и покупаем ее. Либо по квесту в Геране, либо в этом моле, если она там предусмотрена. Выполнить профу довольно сложно. Первые две марки делаются нормально, но вот третья заставляет отправляться на поиски шести НПСов, которых нужно убить. Однако не указатель над персонажем, ни отметки на карте не появляются. И по большому счету персонажей нужно искать на ощупь, даже если у вас перед глазами гайд, так как наши квестовые враги перемещаются по карте в разных хрониках. Ну да ладно, главное, что профа взята и теперь мы самонеры. Получаем новых крутых слуг и не очень крутые кубики. У танков они, конечно, получше, но и на том спасибо корейцам. Далее потихоньку лишаемся атакующих скиллов, так как они не получают новые уровни и их дистанция маловато. Ну ничего, отправляем самона на иксованных мобов и потихоньку качаемся. В пати идем, как обычно, ДД, к тому же еще в лабе нужен будет наш битрейт для прохождения первой комнаты. Шмоты пуха нам особо не нужны, к тому же наше призванное существо мы можем бафить сами, так что спокойно качаемся до третьей профы и потихоньку ее проходим. Далее прокачиваемся еще немного и получаем нового слугу, а с ним и наш уникальный баф, который очень любят в рандомных пачках. Код увеличивает крит урон, конь уменьшает откат, да так что флешки можно кинуть в макросы и использовать без отката. Ну а ФС? ФС может призвать кубик, который может прокидывать хекс, правда он у него уже давно, ну еще молох есть, который агрит, но в пати это все особо не нужно. В ХФ хрониках атрибут в пухе самонера передается и слуге, кроме того есть триггер, который увеличивает статы самона, если хозяин получает урон. Таким образом на старте сервера, когда еще нет ИСА, самонер становится неплохим ДД. Вставляем себе в пуху 150 самого дешевого атрибута, а во время фарма РБ просим кого-нибудь из бардов нас бить, урон выходит выше среднего и все счастливы. В КП как правило самонеров не особо берут, так как можно булкой его за собой таскать, иногда прокидывая с него баф, и соответственно в замесах самонеров как правило немного. Хотя они могли бы быть полезны своими канцелами, не говоря уже про их трансформу на 83 уровне, в которой они становятся довольно сильными. Далее немного поговорим про Олимп. Самонеры там довольно успешны, так как тактик и стратегии существует довольно много, и не всегда понятно как против них сражаться. Конечно, существуют скиллы, которые могут отозвать вражеского самона или дезориентировать его, но на проточного слугу они практически не будут проходить. Кроме того, у каждого призывателя есть свои фишки. Конь станет и снимает ключевые бафы воинов, ФС обладает мюком и снимает ключевые бафы магов, а кот канцелит и тех и других. Кроме того, есть ряд других приятных особенностей. Часть урона по призывателю идет слуге, и благодаря этому мы хоть и в робе, но довольно крепкие. Кроме того, слуге можно бафнуть УД или неуязвимость. Еще мы наносим смешанные дамаг, как магические, так и физические, что создает дополнительные проблемы врагам. В общем, класс самонеров на самом деле довольно неплох. Они, конечно, не такие пафосные, как гладиаторы со своими дуалами, не такие дамажные, как дестер на лимитах, не так много урона наносят в ПВП, как какой-нибудь ММ под просветом, но все же в умелых руках самонер будет довольно сильным. Не забывайте подписываться на наши свайдом-каналы и жмите свои царские лайки. Пока!